Приветствую вас, я прочитал ваше сообщение, знакомился с ним. Думаю, что в вашей ситуации вам нужно поступать вот так, в принципе, как вы ведете себя сейчас. То есть, смотрите, как только мужчина узнал, что вы общаетесь с другим младым человеком, он тоже начал более часто к вам приезжать, общаться и так далее. Как бы, это действительно говорит о том, что у него к вам чувства есть. И они сильные, они серьезные. Но его действительно не устраивает вот то, что, собственно говоря, вы делаете. Правда, знаете, вот вы здесь пишете такую вещь, что финансовая сторона, ваш пофигизм. Понимаете, мужчина, по вашему описанию, не смог адекватно, правильно сформулировать то, что ему, собственно говоря, не нравится. То есть, он узнал от вас, что вы живете непосредством и все время что-то требуете. Хотя вы, по сути дела, требовали что-то для ребенка. Возникает, собственно говоря, вопрос о том, насколько ваш муж относится хорошо к ребенку. Потому что он вызовет не для себя требуется. А он этого не видеть не мог. Значит, получается, что нужды ребенка его волнуют не так сильно. И это, конечно, момент. Тем не менее, у вас есть определенный положительный момент сейчас, и его важно сохранить. Потому что, как я понял, месяц, который мужчина определил для того, чтобы... отдохнуть от отношений уже прошел, и возвращаться он не сыграть. Я думаю, что вам нужно еще какое-то время побыть вот в такой вот форме поведения, которое вы придерживаете сейчас. То есть, так вот, активно общаться с ним, да? Может быть, избегать моментов неприятных какое-то время, чтобы мужчина ощутил, что вы готовы его принимать. Что вы готовы, собственно, идти именно к встрече, а потом я бы на вашем месте сделал бы следующее. Вот он говорит, финансовая сторона. Что есть финансовая сторона, ему нужно поподробнее раскрыть. То есть, он, мужчина, такое впечатление, что переживает кризис на работе. Вот вы пишите, что он неблагоприятный период на работе в плане финансов. И из-за этого он, мужчина, чувствует, что не может вас содержать. И дело не в том, что вы требуете многого или вы не требуете многого. Дело не в этом. Дело в том, что для мужчины каждая ваша просьба в плане денег абсолютно любая. Это как бы для него, ну, укор, упрек в том, что он, видите ли, недостаточно зарабатывает там и так далее. Конечно, он видит это сам. Конечно, это его субъективное восприятие. И вы ни в чем здесь не виноваты. Но если у мужчины проблемы, а докопаться до причины этого конфликта, я думаю, нужно, чтобы хотя бы вам обоим понимать, в чем заключается суть ухода вашего мужа, это не женщина. Это не то, что вы себя как-то плохо ведете. А на самом деле, дело здесь именно в его отношении к деньгам и заработку, и к тому, что он добытчик. Вот он не может этого делать. Он чувствует, что сейчас у него хуже, чем раньше, например. Получается, зарабатывать деньги, и это его, ну, вообще-то говоря, очень сильно и здорово напрягает. Этого он переносить не может. А вы и ваш ребенок, как бы напоминаете ему о том, что он не совсем состоятельный в планах финансов. И я понимаю, что вы ни в чем не виноваты. Поэтому, понимаете, как? Важно, очень важно, во-первых, снять с него вот эту вот нагрузку, которая ему сейчас, наверное, видится от вас. Снять нагрузку на него. То есть, как это сделать? Вообще говоря, способ может быть здесь только один. Это попросить его, конкретизировать то, что он вам говорит. То есть, в чем именно вот это фигистично, в чем именно финансовая сторона его не устраивает. Таким образом, вы сможете конкретизировать вопрос и, собственно говоря, вести разговор больше предметно. Чтобы у вас не было таких откровенных разногласий по поводу как раз-таки вот этих вот моментов, связанных с тем, кто как, на что тратит деньги. Потому что, ну, как я уже говорил, не очень понятно, почему мужчина против того, чтобы вы тратили деньги, например, на ребенка. Значит, вам нужно какое-то время подождать. Выждать какое-то время. После того, как какое-то время вами будет выждено, скажите, спросите у своего мужчины, как он видит дальнейшие отношения с вами. То есть, видит ли он их там. Вообще, если да, то как он их видит? Каких изменений он от вас ждет? То есть, что он хочет, чтобы вы их сделали, например? И это будет такой вот, знаете, его список требований, да, по отношению к вам. Вы для себя определите, сможете ли вы удовлетворять этому списку или нет. Потому что, объективно, ну, понятно, я надеюсь, что если не можете, то о чем здесь тогда говорить? То есть, если вы подчискуете, что те требования, которые он вам предъявляет, совершенно неразумны, и вы не можете, например, их удовлетворить, то тогда ничего не остается, кроме как действительно расставаться. То есть, понимаете, главное не понять, что каждый из вас может сделать для другого, да, что каждый из вас может сделать для другого, и в чем каждый из вас мог бы уступить, опять-таки, друг другу. Вот это, пожалуй, самое главное для вас сейчас. Потому что идеальным вариантом будет, если вы скажете, ну, вот смотри, вы пишите, что у вас, значит, маленький ребенок. А да, маленький ребенок, не должны понять, на сколько лет, но вы в декрете, значит, наверное, не больше двух лет. Также вы пишите, что из расходов только продукты и подглодники, другая необходимость ребенку, себя она почти полтора года, себе почти, а, полтора года ребенку, да, не купила ничего, у него неблагоприятный период на работе. То есть, вот, у вас в артикле разогласия на большие проблемы у него на работе. Вам очень важно эту тему мужчине обсудить. Просто поговорить с ним и спросить, как он относится к тому, что, например, у него вот есть определенные проблемы на работе. И просто поддержать его в этом. Дать ему какую-то обратную связь, сказать, что все наладится, что, в общем-то, проблема бывает у каждого, что я вижу, верю, как ты стараешься, как ты хочешь нас обеспечить и так далее. Если проблемы только вот возникли после того, как у него начались проблемы на работе. Но его поведение, при котором он отказывал свозить вас в магазин даже, оно выглядит, мягко говоря, странно. Его поведение, при котором он за, как это называется, транжирование, да, транжирование средств, принимает расходы на ребенка, то ли как, мягко говоря, странно. Очевидно, что у мужчины есть некоторый конфликт внутри, некоторая проблема, дилемма, противоречия, которые он не может разрешить своими собственными силами. И в таком случае вам нужно этот конфликт нащупать. А примерно я вам сказал, что это за конфликт. И помочь мужчине его либо преодолеть, либо просто указать на него. И посоветовать, может быть, обратиться к психологу уже лично ему. Понимаете, если над сохранением отношений будете работать только вы, то вам придется, соответственно, в одностороннем порядке только и делать, что уступать ему во всем, дабы сохранить отношения. А над отношениями все-таки работают два человека, и вам очень важно придерживаться своей такой позиции, то есть позиции независимой, позиции есть такой, что, собственно говоря, вы не станете его ждать там бесконечно и так далее, и так далее. Это правильная позиция, но при этом нужно задать четкую направленность на прислушивание к мужчине. Далее вы пишите такую вещь. Интересную, на мой взгляд, вещь. Добрые люди донеслись, что увидели его с другой женщиной. То есть сплетни. Слово «добрые» вы написали в кавычках, наши «добрыми» вы их не считаете. Вы знаете, поскольку дальше вы пишете, что влияние мнения третьих лиц вместо быть, и из-за этого вы не до конца поверили ему. Вот здесь я хочу сказать вам, что личное отношение – это на то и личное отношение, что другие люди могут говорить все, что угодно вам, но не устроить свое мнение только исходя из своих впечатлений, своего восприятия. К другим людям прислушиваться не стоит, потому что каждый из них, в том числе и мы, эксперты, говорим все, что угодно, можем сказать, но это ваша жизнь, и только вам решать, как она будет протекать и как она будет развиваться. Поэтому если мнение третьих лиц на вас влияет, то простите, вопрос, почему влияет? Как вы вообще допустили влияние третьих лиц на ваши личные отношения, которые, кроме как вас двоих, вас и вашего мужа, больше не кашаются? Никого. Почему? Какая такая неуверенность в себе и так далее? Да, это заманчиво привлекает третьих лиц, но хорошего, поверьте мне, из этого ничего не получится. Поэтому для того, чтобы иметь больше шансов на захоронение отношений, постарайтесь изолироваться от третьих лиц вообще. То есть никакие слова, никакие оценочные суждения, никакие факты, в кавычках, воспринимать от других людей не нужно и не стоит. На этом, я думаю, можно закончить. В принципе, вроде бы я присылал полностью ответ, и все что хотел сказать, сказал, надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, желаю вам всего доброго и удачи.